Приветствую вас! Безусловно, сложно согласиться с тем, что написала вам моя коллега, как говорится, ответ исчерпывающий, даже сложно здесь что-то добавить по факту, вот. Но, вы знаете, я бы немножечко сделал бы небольшое, так бы, удождение важным вопросом. Во-первых, вы говорите, что вам 20 лет, и проблема беспокоит вас 6 лет, соответственно, 14 лет. 14 лет, время подросткового возраста, время становления человека как индивида, как личности, время личностного выбора, формирования характера и прочее, прочее, прочее. И очень важно все-таки проанализировать более досконально, что тогда происходило. То есть, в каком настроении вы были, когда увидели это видео? Почему, по какой-то причине, исходя из каких установок, оно вас так сильно сфактировано? Это первое. Второе. Необходимо проанализировать то самое чувство, которое у вас имело место, когда вы просматривали данное видео. Ведь проблема заключается в чем? Вы, по моему мнению, оказались для себя в ситуации беспомощности. Видя эту ситуацию, видя то, что происходит, вы, по сути дела, оказались в ситуации беспомощности. И вот эта ситуация, ситуация беспомощности, она, судя по всему, ну, по крайней мере, вот на мой взгляд, очевидно, представляет вас это чувство беспомощности до сих пор. То есть, чувство беспомощности, чувство доминирования над вами, значит, других людей, доминирования над вами, в частности, мужчин, да, в частности, вот как раз, насилие и так далее, беспомощность. И, соответственно, необходимо вам проанализировать этот элемент беспомощности. С чем этот элемент беспомощности связан? Как этот элемент беспомощности вплетен в вашу жизнь? В чем он проявляется, этот элемент беспомощности? В неуверенности в себе, в страхах перед чем-то и так далее. Понимаете, видео, каким бы жестоким, ужасным оно не было, не могло просто взять и перевернуть вашу психику и иметь ваше сознание. Ибо это не совсем психотравмирующая ситуация, какой ее можно было бы представить, ну, вот исходя из вашего сообщения. То есть сама по себе ситуация послужила своего рода катализатором тех процентов, которые у вас, скорее всего, уже были на тот момент. Просто, может быть, вы их не осознавали, может быть, вы не поддавали им такого большого значения, но то, что они были, я уверен, на 99,9%. Я уверен, что ситуации, которые опосредовали, то есть сделали возможным вот это, то, что с вами сейчас происходит, были еще и до того, как вы это видео увидели. Важно, чтобы вы только лишь смогли эти ситуации, эти триггеры отыскать. Чтобы вы и их смогли отыскать, чтобы они вам стали понятны, и тогда вы увидели бы реальное положение вещей, а не то, как вы это видите сейчас. Далее, вы говорите, что со всеми проблемами вы справились, что как бы тоже немножко обосредует вопрос. Как вы справились, насколько, так ли это вас, например, сейчас не беспокоит, и действительно ли вас это все не беспокоит. Это момент, на самом деле, тоже довольно важный, на мой взгляд, потому что, ну, не так-то просто справиться с такими проблемами самостоятельно. Правильно, вы пишете, что вы краснеете. Краснеете, когда на вас концентрируется внимание. Соответственно, можно вести речь о некой природе подобной красноты, то есть, что эта краснота означает именно в вашем случае, какая краснота имеет значение, опять же, в вашем случае, почему вы краснеете и так далее. То есть, какое значение имеет для вас внимание людей. Вот я считаю наши правила. Краснее я остался, когда общаюсь с человеком и резко начинаю сжать на себе много внимания. Либо же просто какое-то напряжение. Давайте подумаем так. Вы говорите, что краснеет начинаете, когда испытываете на себе много-много внимания. Как внимание, вот переизбыток внимания, да, и так далее, связано с тем, что вы видели в этом видео. Как переизбыток вашего, как переизбыток внимания, связан с тем, что вы, по сути дела, наблюдали в видео. В видео вы наблюдали насилие, да, в видео вы наблюдали насилие, а в общении с людьми вы видите внимание к себе. То есть, это как-то немножко разные вещи, и очень важно понять, как вы их сами связываете между собой. Это тоже важный момент. Далее, есть основания, по крайней мере, у меня полагать, что ваша краснота связана с тем, что вы не уверены в себе. Правда, вот только в чем именно вы в себе не уверены, еще нужно разбираться. Но то, что не уверены в себе, это, я полагаю, факт совершенно очевиден. И нужно нам с вами определить, в чем и почему вы в себе не уверены. В чем и почему заключается ваша неуверенность в себе. Как она, эта неуверенность в себе проявляется. И вам нужно понять, что с этой неуверенностью в себе делать. Но для начала все же определить ее предметности. Как эта неуверенность в себе проявляется. И далее, когда вы увидите, как эта неуверенность в себе проявляется, вы смогли бы поставить себе определенные цели, поставить себе определенные задачи для того, чтобы эту неуверенность в себе постараться купировать. Для этого, конечно, потребуется определенная работа, в том числе и работа по поиску тех качеств, в которых вы в себе не уверены. Но это, тем не менее, уже согласитесь, работа. И последнее, о чем я хотел вам сказать. Какие критерии этого внимания заставляют вас красне? Совершенно очевидно, что внимание вы испытываете в разных ситуациях с разными людьми. И, как я понимаю, краснеете вы далеко не всегда. Значит, нужно определить, какие люди, характер какого внимания вызывает у вас самое неприятное ощущение, чтобы понять, где вы видите угрозу. Найти эту угрозу и постараться ее с вами проработать, показать вам, что эта угроза мнима. Но при этом обязательно озаботиться тем, чтобы вы умели в случае чего грамотно и правильно себя защищать. Потому что беспомощность – это не только неуверенность в себе, конечно же. Беспомощность – это такое и физическое состояние, к сожалению, тоже. И чтобы эта беспомощность на вас не влияла, я думаю, что имеет смысл с вами в этом направлении также поработать. Чтобы вы не страдали от ощущения собственной беспомощности, особенно если оно у вас реально есть, как я думаю. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Конечно, может быть, менее конкретно, менее конкретно всем коллегам. Но именно так, значит, ну, я не думаю, именно дать не видится ваша проблематика. И именно в таком контексте я порекомендовал бы вам ее решать. Такое дело, что вот если не поможет, тогда да, тогда можно будет, в принципе, и более детально, значит, обратить внимание на то, что рекомендовала вам моя коллега, потому что она, безусловно, все правильно говорит и пишет. Вот, но просто мне кажется, что может быть, может быть, все не так плохо у вас, и что можно помочь несколько более легким способом вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались. Пишите, я в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей дальнейшей жизни. Вы еще молоды, и у вас все получится, и есть все шансы жить жизнью без страхов. Спасибо.